Я вам скажу, в каждой женщине есть что-то немного от медузы-горгоны. Да, вот если смотреть на голую женщину, то окаменеешь. Ну, не весь, конечно, но малая часть, но все же. Две подруги встречаются, одна такая более опытная, а вторая наивная. И эта наивная говорит, слушай, Катька, а скажи, пожалуйста, а вот почему? Когда мужчины и девушки признаются в любви, то девушки так опускают глаза. Тю, ты как маленькая. Хотят убедиться в искренности мужчины, и все. А я вам напоминаю, что в конце каждого месяца мы подводим итог на лучший комментарий. И, конечно же, победитель получит от нас приз. От нас, от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. А мы продолжаем. Женщина встала рано, пошла на кухню готовить завтрак. Ну, и вдруг не выдерживает, пукнула так и говорит, о, январь. Дальше готовит, тут опять ей захотелось, она февраль. Потом март, апрель, мать, июнь. И дальше готовит, разворачивается, смотрит, свекра сидит. Она говорит, здравствуйте, папа, доброе утро. А вы давно здесь сидите? Он, с января. А, смотри, смотри, Нинка пошла. Ох и везучая зараза. Чего ты взяла, что она везучая? Ну, сама подумай. И муж у нее есть, и любовник у нее есть. Так еще вчера и изнасиловали. Большие сиськи Бог дает только тем женщинам, у которых очень сложный характер. Потому что без сисек им вообще пиздец. Галка, поздравляю, ты опять замуж выскочила. Ну, как на этот раз? Ах, все так же. Но мой любовник сказал, если я еще раз неудачно выйду замуж, он мне все ноги переломает. Да, а че? Да он задолбался мои чемоданы по всему городу туда-сюда таскать. Ой, боже мой, девушка, вы такая утонченная. Вас будто не хуем делали, а волшебной палочкой. Ну, вот никак не пойму этих баб. Ну, вот смотри, все женщины мечтают о 20 сантиметрах. А начинают задыхаться уже с 10. Таня в детстве мечтала быть пожарной. Да, но судьба что-то перепутала. И теперь она не тушит, а зажигает. Катка, че ревешь? Я мужика себе никак не могу найти. Что? Так сильно соскучилась за сексом? Соскучилась, это не то слово. Представляешь, я уже даже банан ем, стоя на коленях. Две подружки общаются, одна говорит, другой. Ну, и как у тебя с ним? Хорошо. Слушай, скажи, а он тебе про свои прошлые похождения рассказывал? Говорит, нет. Вот сука, а ты ему? Нет. Вот молодчинка. Жена мужу говорит, Коля, хочу тебя предупредить. Завтра кума наша в гости заедет. О-о-о! Опять бухать собираетесь? Не-не, что ты? Не собираемся. Будем. Дорогая редакция, здравствуйте. Вы недавно диктовали кулинарный рецепт. Я его записала. И вот решила применить дома. Вы пишете, установить плиту на 180 градусов. Я установила. Так что? Теперь дверь-то в духовке не открывается. Нафиг такие рецепты? В детстве Оля, слушая ссоры своих родителей, думала, что по отчеству она Гондоновна. Блондинка и брюнетка поехали в Азию. И вот у них экскурсия по джунглям. Они идут вдвоем, любуются. И вдруг на дорогу выходит тигр. Брондинка берет горсть песка и бросает тигру в глаза. Сама быстренько залазит на дерево и кричит блондинке. Давай, лезь сюда. А та смотрит на нее и говорит. А чего я буду лезть? Я ему песок в глаза не кидала. Зин, представляешь, мой Колька на меня все время обижается, что я не стану под ним, когда мы в постели. Я пробую, но у меня не получается. Вот что делать? А ты, Светка, попробуй во время секса вспомнить про счета за коммуналку. Вот мне лично помогают. Вот женщины, какие они все-таки молочины. Каждая женщина хочет, чтобы настоящий мужчина угадывал ее мысли, но ни в коем случае не знал, о чем она думает. Девчонки, вставая на весы, всегда помните, что люди с золотым сердцем, стальными нервами и железным характером, ну, не бывают легкими. Ой, девочки, а у меня муж доминирует в семье. Да, сегодня так громко на меня наорал и так строго говорит, а ну немедленно купи мне новые губки для мытья посуды. Вот. Девушка, вы в своем резюме написали, что вы архитектор-офтальмолог. А что вы делаете? Как что? Я строю глазки. Подруги общаются между собой. Одна говорит, а я вам скажу, у меня муж, он настолько упрямый, настолько упрямый, что если он прав, ты никогда в жизни его не переупидишь в обратном. Две подруги общаются, одна говорит, а я теперь не забеременею. Тю, а чего? Я себе спиральку вставила. Да ты что, класс. А как она действует? Ну, я так думаю, вот бежит по ней сперматозоид, бежит, 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 бежит. У него голова закружилась, он бац, упал и сдох. Ну, вот так как-то. Тамара собирается на свидание с Жорой. И тут она ему звонит по телефону и говорит, Жора, вот я тут, я на свидание к тебе и не успела накраситься. Жора говорит, ой, я тебя умоляю, зайди по дороге в Винный. Только подожди, зная тебя, я тебя прошу, возьми сразу три бутылки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова